Приветствую вас. С точки зрения профессиональной психотерапии речь идет о том, в первую очередь, что вы вместе со своим мужчиной, знаете, вот, как бы вам так сказать. Вы вместе со своим мужчиной слишком, даже не долго, а вы слишком, в, в, слишком значимый период жизни были со своим мужчиной, по сути, потому что вам сейчас 24, вместе вы 8 лет, соответственно, начали с ним. Вы встречаться, очевидно, когда вам было 16. Вот. И это очень важный момент, потому что мужчина мог к вам именно по этой причине, как раз таки охладеть. То есть, он... Ну, вы не сказали, сколько ему лет, но вы могли просто сильно измениться. Да, то есть, все-таки, между 16 и 24 годами достаточно серьезно, я бы сказал, пропасть. В том смысле, что, ну, вот, говоря о пропасти, я имею в виду, как вы понимаете, я надеюсь, изменения, которые произошли в вас. И вот это, мне кажется, очень такой, действительно важный момент, вот, потому что... так или иначе, это влияет на то, как сейчас ваше отношение вы выстраивается на то, как сейчас вы взаимодействуете с человеком. Вот. Это важно. Это очень важно. И вот, как раз, эээ... от этого, от этого не нужно исходить. Это первое. Второе. Второе. Второй момент, который я хотел бы до вас донести, заключается в том, эээ... что вы, по вашим словам, эээ... все делаете для твоего мужчины. Вот. Это такое, такое, вот, своего рода, растворение в отношении с ним. Эээ... вот. И... когда вы растворяете в нем, то, естественно, эээ... это человеку, ну, может не нравиться. Вот. Поэтому, совершенно очевидно, что... и с одной стороны, что вы... стали для него, эээ... менее... привлекательны. Вот. Эээ... и с другой стороны, вы перестали, очевидно, заботиться о себе. Вот. Эээ... перестали что-то делать, эээ... для себя. Вот. И, соответственно, ценность эээ... ваша в глазах эээ... мужчины падает и будет падать. Дальше. Если, конечно, вы... ничего не поменяете. Если, конечно, вы ничего не измените и... ну, не станете по-другому, например, воспринимать, эээ... эээ... себя и мужчину, допустим. Вот. Эээ... что касается... значит, значит, вот, вы спрашиваете, да, я ему... надоели ли вы ему? Ну... эээ... мне кажется, что этот вопрос... достаточно... такой, поверхностный. То есть, эээ... ну, вы... понимаете... ээ... вряд ли... прям, вот, могли ему надоесть. Эээ... вот. Прямо, вот, прям, вы... надоесть вы ему могли вряд ли. Но... эээ... вы... эээ... могли... эээ... в нем эээ... раствориться? Да? Эээ... вы... вы могли в нем... эээ... через чур... сильно раствориться. Вот. И из-за этого человек эээ... просто... при взаимодействии с вами... эээ... не чувствует вас. Вот. Эээ... просто... эээ... не ощущает... вас. Эээ... и... здесь вот, как раз-таки, эээ... нужно и работать. Здесь, как раз-таки, и нужно и исследовать. Эээ... эээ... что... что происходит? С чем связано такое поведение ваше? Почему... эээ... вы... Стас Сталин... ээээ... ээээ... взаимодействовать, общаться со своим мужчиной, вот... так. То есть... эээ... стараться все для него сделать. Как вы говорите. То есть... ну... мне кажется, что... эээ... это нужно обязательно... поисследовать. И... коль... вы это преследуете... коль вы это преследуете... вам будет ээээ... понятно, что делать... собственно... дальше... как себя вести... дальше... вот... и так далее. Так... мне кажется... эээээ... таким... может быть... ответ... ээээ... вам... вот... эээ... мне кажется, вот так... вам можно ответить... я понимаю, что... ээээ... что... эээээ... сейчас... вы... переживаете... эээээ... не самые... эээээ... ээээ... приятные для себя... эээээ... моменты... не самые приятные для себя... ээээээ... Прекрасно, понимаю. Но, тем не менее, ситуация такова, что это не изменится, если вы не измените своего же отношения и своего же поведения. Не сделайте его более ценностным по отношению именно к вам. Также, совсем очевидно, что что-то произошло, в результате чего вы перестали чувствовать близость, условно говоря. Совершенно очевидно, что что-то произошло между вами именно. И мне кажется, что данный аспект, его тоже, данный аспект тоже нужно было забрать. Вот. Потому что, ну, необходимо понимать, как развивались ваши отношения, как они менялись, может быть, вот, и так далее. То есть, это вот, на мой взгляд, та история, на которую необходимо обратить самое пристальное внимание. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Нет, я не думаю, что это измена, прям вот то, что вы видели, я не думаю, что это измена, но это совершенно очевидно, уже тревожный план очек, потому что мужчина переводит деньги. Вот, женщины, абсолютно чужой женщины для вас, незнакомой женщины. Вот, непонятно на каких основаниях, то есть, вы пишете, вот, написал им номер, я спросил, что это, он говорит, что сама добавилась, я посмотрел ее профиль, да, она симпатичная, худая, подробно поправится. То есть, я не очень понял, где-то, вот, связь, которую вы даете, да, то есть, а, ну, почему, во-первых, вы сбрасываете, кто это, он говорит, что она сама добавила, дальше вы на нее смотрите, а на худая, тут начинаете, эм-э, заравнивать, э-э, себя. с ней, с ней, вот, а тут, мне кажется, вы, вы, опять же, скрываете некие, некие свои, ну, некие свои трудности, некие свои проблемы, проблемы, вот, вероятно, непринятие себя, и, соответственно, на эти моменты вам также нужно обратить своё внимание. Возможно, тут стоит упомянуть то, как вы пришли к браку, то есть как, ну, в результате чего вы пришли к браку, вот. То есть это тоже такая достаточно важная история, достаточно важный момент, вот, для нас, конечно, конечно, да. Вот. Ну и, собственно, тут не нужно как-то идти нам гадать о том, о том, как и что происходит. Тут желательно именно работать с вами, насчёт, на, 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 насчёт именно того, что вас беспокоит, насчёт именно того, что вас волнует, и насчёт именно того, чего вы, может быть, хотели бы, хотели бы, или хотите. Вот. Семейные отношения, это система, соответственно, если вы пройдёте к этому. Также, то есть как к системе, то, изменив своё поведение, вы сможете изменить отношение вашему, к себе. Вот. Я думаю, так, можно вам ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные, дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю, 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 я самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.